Я надеюсь, что мы сегодня сможем найти какие-то общие, взаимовыгодные для туроператоров, для органов власти в сфере туризма, как из Китая, как и в нашем сфере Федерации Российской, какие-то инструменты, которые позволят нам интегрировать тот потенциал в Московской области, имеющийся те объекты, которые мы располагаем в туристские маршруты, в туристский продукт, предлагаемый для китайских туристов. Стал данным очень серьезно. И губернаторская программа нашего в Москве предусматривает развитие туризма именно на базе уже существующих прекрасно отреставрированных, устроенных исторических домов. Какие мы выделяем основные направления туризма в Московской области? Опять же, это направления не прогнозируемые, а направления имеющиеся. Во-первых, это большая программа культурно-познавательного туризма, полунического туризма. Это все, что связано с православием, с православной культурой. Это серьезный блок экологического агрегулизма. И я думаю, что в Москве, если бы я был в Москве, то это очень большой. Наверное, Вам известно, что количество китайских туристов, посещающих Россию, это из дальних стран, из дальнего зарубежья, число китайских туристов находится на первом месте. Китайские туристы, которые посещают Россию, в обязательном порядке бывают в Москве и в Санкт-Петербурге. Поэтому, если хотя бы часть туристов, которые посещают Москву, привлечь в Московский район, то это количество будет уже ощутимым, и поэтому это будет, мы думаем, очень перспективным и полезным для региона и для Московской области в целом.